Русские новости То, что мы сообщаем вам, можно прочесть в сети интернет, но вам этого не покажут по центральным каналам телевидения, которые стали пропагандой для идиотов. Тот, кто хочет быть идиотом, тот смотрит информационные программы, официозные, а теперь они все одинаковые, на всех каналах все одинаковое. Мы вернулись к условиям КПСС. Все абсолютно то же самое, та же самая. Одна единственная правящая партия, узурпатор во главе, сплошная подлость, сплошная ложь. То есть все, мы вернулись, потеряв огромные территории, потеряв геополитическое могущество, потеряв половину экономики, потеряв суверенитет, потеряв почти все, мы оказались в банановой республике, во главе с самозванцем Владимиром Путиным, мы в главе с подлейшей партией Единая Россия, все члены которой являются просто подонками. Вот я так именно оцениваю тех, кто продает интересы своей собственной страны, соучаствуя в деятельности этой негодяйской партии. Мы все, русский народ, должны бросить вызов этой партии, этому режиму и не иметь с ними никогда никакого дела. Никогда не откликаться на их инициативы, никогда не ходить под их призывы. Их выборы для нас, это выборы чужих людей, тех, кто выбран на этих выборах, являются их властью, не нашей. Наша власть должна строиться по-другому. И я думаю, скоро, очень скоро придет то самое время, когда мы будем сами формировать власть, а негодяев, которые сотрудничали с оккупационным режимом, мы призовем к ответу и через суд проведем их прямо по направлению мест лишения свободы. За колючей проволокой они должны закончить свои дни с позором и безвестностью. Ну, разве что самых отпетых негодяев надо будет вывести перед экраны телевизоров, чтобы заставить их сказать все, что они знают о воровской системе, о тех, кто эту воровскую систему возглавлял, спонсировал, кто получал от нее базнословные доходы космического масштаба, которые перекрывают все мыслимые размеры за всю историю человечества. Самая воровская система за всю историю человечества, самая подлая и самая предательская, это режим Владимира Путина. А теперь к тем новостям, о которых хотелось бы поговорить. Нас продолжают поджигать. Сожгли детей в Кемерово, теперь жгут в Москве. На востоке Москвы, улица Малая Семеновская, 28, загорелся отдел детских игрушек в торговом центре Персей для детей. Причем здесь Персей, не знаю. Были эвакуированы более 600 человек, однако в здании, по словам источника, остались люди. То есть, пока горело, там были люди. Загорелся склад с игрушками. На четвертом этаже часть посетителей, отрезанных дымом, эвакуировали по спасательной лестнице из переходной галереи, соединяющей торговый центр с другими зданиями. Штатно сработала система дымоудаления. Пострадавших 6 пожарных, они госпитализированы, один сотрудник торгового центра погиб. Состояние двоих оценивается как тяжелое, еще четверо находятся в состоянии средней тяжести. По факту пожара возбуждено уголовное дело о причине смерти по неосторожности и халатности. Ну, всем этим сообщениям можно верить только условно. Если даже в этой ситуации кто-то погиб, или погибли 100 человек, или погибли 1000 человек, лживость этого режима такова, что они готовы скрыть все. Самые отчаянные подлости готовы скрыть. Вы помните, как Горбачев скрывал трагедию в Чернобыле? Вы помните, как лгал беспрерывно, лгал Путин, когда он только вступил в должность президента, о трагедии подлодки Курск? Ну, и дальше ложь продолжалась беспрерывно. Все трагедии, с которыми мы сталкивались за последние 18 лет, исходят от предельной некомпетентности самого Путина, тех, на кого он опирается, тех, кого он ставит на высшие государственные должности. Ну, типа тупица Шойгу, которая никогда не служила в армии, вообще не имеет никакого представления ни о военно-технических вопросах, ни об организационных вопросах о формировании российской армии, вообще системы обороны. И таких идиотов в полном смысле слова с отключенными мозгами в окружении Путина каждый первый. Все они таковы. От этого происходят трагедии, поэтому все эти трагедии являют источником своим именно Путина. И поэтому это имя беса, который находится во главе России. Этому бесу нельзя дать дальше делать свое черное дело, иначе они сожгут всю страну вместе со всеми нашими детьми. О выборах мы то и дело вспоминаем. Вспоминаем тех негодяев, которые были внедрены в команду Грудинина, которые разрушили фактически всю ее, превратив ее в компанию КПРФ, вместо того, чтобы избирать нам народного президента. Не получилось у нас кандидата народного, получился кандидат КПРФ. Кто это делал? Кремлем был внедрен Максим Шевченко, об этом я отдельную передачу сделал. Здесь поступила дополнительная информация. Как показывает анализ портала государственных закупок, медиаструктура, прямо под контрольной Максиму Шевченко, получила в 2017 году бюджетные средства на так называемое освещение деятельности от корпораций по развитию Северного Кавказа. 100% которое находится в федеральной собственности, а функция акционера возложена специальным постановлением правительства России на Министерство по делам Северного Кавказа России. Знаете, и такое министерство окажется есть. Так что деньги на раскрутку этого провокатора были прямо взяты из бюджета. Спрашивается он, что оппозиционер, что ли, получает деньги прямо из кармана, куда залазит рука тех же негодяев, что поставлены Путиным на официальные государственные должности? Нет, конечно. Как следует из данных портала госзакупок, общество с ограниченной ответственностью Кавказская медиагруппа, принадлежащая Максиму Шевченко и его брату Михаилу, в 2017 году получил в качестве единственного участника государственный контракт на сумму в полтора миллиона рублей. Не так уж много. Пустячок, кажется, полтора миллиона рублей. Но это только указывает на наличие канала, по которому поступают деньги. Вот этот канал действительно есть, и по нему, конечно, поступило не полтора миллиона рублей, а гораздо больше. Заказчиком при этом выступало акционерное общество корпорации развития Северного Кавказа, а цель госконтракта обозначена как оказание услуг по освещению деятельности акционерного общества КРСК, направленной на развитие инвестиционной среды в Северном Кавказском федеральном округе, организуемых и проводимых целью улучшения инвестиционного климата в округе и создания условий для инвестирования в экономику регионах мероприятий и спецпроектов. Ну, это все развесистая клюква, вот вся эта формулировка, конечно, это просто воровство. Это прямая коррупция, прямое похищение государственных средств. И сама формулировка, куда из-за расходов на эти средства, показывает, что это воровство. Другая информация о китаизации Байкала. Напряженная информация приходила по этому поводу отовсюду, кроме средств информации официальных. Никто ничего об этом не знает, это только слухи доносятся или свидетельства очевидцев, что Путин сдает Сибирь и Дальний Восток китайцам. Сейчас это абсолютно очевидно. Граждане России могут лишиться возможности отдыхать на Байкале. К такому выводу пришли представители турфирм, которые собрались в Иркутске на круглый стол в рамках выставки «Байкал Тур-2018». Как отмечает региональное агентство, уже сейчас назрела серьезная проблема российским туристам. Зачастую нет возможности бронировать гостиницы или заказать автобус. Российские туристы на Байкал не могут приехать. Почему? Причина очевидна – наплыв туристов из Китая. Кто им открыл границу, спрашивается. Кто там у нас границей-то ведает и въездом китайцев? Зачастую все давно расписано под китайских гостей, констатировали представители турбизнеса. В прошлом году в Ольховском районе было около 800 тысяч туристов. Для сравнения населения Иркутска – 640 тысяч. То есть, если бы китайцы оставляли хотя бы по 1 тысяче рублей, то всего бы там было 800 миллионов рублей. Практически на местах эти туристы не оставляют ни копейки. Это связано с тем, что у них есть свои операторы, гостиницы, водители, кухни и прочее. То есть, уже Китай здесь, на Байкале. Все у них там свое. Сообщается, что в Китае популярностью пользуются пятидневные профпутевки. Дешевый туризм финансируется профсоюзами. То есть, они еще и оплачивают визиты своих людей на Байкал. Сейчас 10% поселковой земли в Листвянке принадлежит китайцам. Тоже уже и даже землю отдали. На заборах висят баннеры на китайском языке с информацией о том, на каких ресурсах можно найти сведения о продаваемых участках. Их гиды, проводя экскурсии по Листвянке, говорят своим туристам, что Байкал временно принадлежит России. А вообще-то это Северное море китайцев. Вот так Путин сдает нашу страну. А вы не знали? Бесовские тайны. Замоскворецкий районный суд отказал в иске врачу-геронтологу Валерию Новоселову, который потребовал рассекретить дневники дежурных врачей и санитаров, наблюдавших Владимира Ленина, перед смертью. По мнению Новоселова, записи в дневниках врачей однозначно указывают на то, что причиной смерти стал менинговоскулярный сифилис головного мозга. В 1999 году ограничения продлили по решению Росархивов, в которые обратилась племянница Ленина Ольга Ульянова по ее просьбе. Она скончалась в 2011 году. Срок засекречивания продлен до 2024 года. По какой причине все это скрывается? Почти сто лет прошло с тех событий, о которых мы в полной мере не можем узнать. И вот исследователь только подержал в руках эти материалы, но откопировать его или снова ознакомиться с ними, подробнее прочитать ему не дали. Почему прячут тайны большевиков, в том числе вот эти постыдные тайны, которые выявляют, что за личности руководили государством, или на чье мнение опирались эти руководители, все эти марксисты, ленинцы? У кого они черпали источник вдохновения? Вот у этого сифилитика, у которого мозги отключились давным-давно, и ни интеллекта, ни нравственности не было по причине того, что мозги гниют в живом человеке. Ответ на этот вопрос простой, потому что большевики продолжают управлять Россией. Они захватили Россию, и как было сказано, мы ее завоевали, так сказал Ленин в свое время, мы ее завоевали, а теперь учимся ей управлять. Вот они и продолжают управлять так, как управляют. Самым мучительным способом, который только можно придумать, они управляют русским народом. Русский народ должен сбросить это большевистско-либералистическое, олигархическое ярмо. Должен сбросить. Один из граждан Российской Федерации обратился в Генеральную прокуратуру по поводу Талмуда. Опубликовал в одной из социальных сетей текст этого письма и ответ. В тексте были цитаты из Талмуда, которые я просто не рискую приводить. Они отвратительные, омерзительные. Они связаны с изнасилованием и убийством детей. С отношениями к гоям, то есть к неевреям, как к животным. С убийствами неевреев, которые, если они сунут нос Талмуд, подлежат смерти. Сказано также о том, что когда придет Машиах, все остальные народы будут рабами. У каждого иудея будет по 2800 рабов. Неплохо. Что же отвечает Генеральная прокуратура? Подписывает ответ и исполняющий обязанности. Обязанность это был 2015 год. 09.11.2015. Ответ из Генеральной прокуратуры. Отвечает исполняющий обязанности заместителя начальника управления по надзору за исполнением законов о федеральной безопасности в межнациональных отношениях противодействия экстремизму и терроризму. Вот такая сложная должность господин Е.В. Ситников. То, что он подписывает, естественно, он не читал, потому что зачем же большому начальнику что-то читать? Написан бред сивой кобылы. Вот что я полностью цитирую. В Генеральной прокуратуре Российской Федерации рассмотрено ваше обращение по вопросу наличия признаков экстремизма в текстах религиозного учения иудеев в Талмуде. Вообще про иудеев слова не было, речь шла только о тексте Талмуда, больше ни о чем. Но здесь, как всегда, во всех этих структурах Генеральной прокуратуры тень наводят на плетень, подменяют один вопрос другим. По результатам рассмотрения разъясняю, что в соответствии со статьей 28 Конституции каждому гарантируется свобода совести, свобода вероисповедания и так далее, и так далее. Никакого отношения к заданному вопросу это не имеет. Свобода вероисповедания к свободе пропаганды убийств и издевательств отношения не имеет. Если Генеральная прокуратура, господин Чайка, считает, что Гоев, то есть в данном случае нас, русских людей и представителей других коренных народов, можно убивать, и это надо пропагандировать, можно пропагандировать кому-то под прикрытием принципа свободы совести, то вы, господин Чайка, являетесь соучастником убийства. И то, что дети были сожжены в Кемерово на вашей совести, на вашей ответственности, вы должны подлежать суду за соучастие в преступлении, вместе с вашим подельником, который подписал это письмо, господином Ситниковым. Дальше читаем. Кто это признал? Мы это не признаем. Мы не признаем иудаизм какой-либо частью исторического наследия истории России и нашей государственности. В силу статьи 3 основы законодательства Российской Федерации о культуре, указанное Священное Писание представляет собой уникальный историко-культурном отношении объекта является культурной ценностью. Для кого он является культурной ценностью? Нет ни одного здравого, вообще разумного человека, для которого вот эти ужасные строки из Талмуда можно истолковать как культурную ценность. Пропаганду убийства, насилия, истязания детей – это культурная ценность для вас, господин Чайка. То, что для Путина именно это является культурной ценностью, я не сомневаюсь. А господин Чайка, судя по этому документу, тоже, видимо, вся система нынешней государственной власти пропитана вот этой ненавистью к коренным народам России и вообще к элементарным основам общежития. Они утверждают свободу убийства наших детей. Вот что следует из этого документа. В связи с изложенным, основания для рассмотрения вопроса о запрете распространения Талмуда и принятии иных мер не имеется. В случае несогласия с принятым решением вы вправе обжаловать вышестоящую прокуратуру, либо в суд. Вышестоящая прокуратура выше, чем генеральная прокуратура – нет. Так что пишет этот придурок, извините, Ситников? Что он подписывает? Да он не читает. Ему это неинтересно, потому что он считает, что все шито крыто. Нет, мы, господин Ситников, не дадим вам считать, что все шито крыто. И вашу фамилию мы распространим в интернете, чтобы все знали, есть такой подонок Ситников, который подписал документ, разрешающий пропаганду убийства и насилия над нашими детьми. И то, что произошло в Кемерово, является прямым следствием этой агитации и пропаганды. И виновником этого является Путин, Чайка, Ситников и весь сон бесов, который засел сейчас в органах власти и подлежит тотальному вычищению оттуда. А кто судит нас? Вот они нас отправляют в суд, говорят, ну идите в суд, там и решайте все свои вопросы, если вы с нами не согласны. Кто судит в суде? Вот тоже граждане попытались выяснить, кто же такие судьи. Мы приходим в суд, там человек в балахоне ведет себя так, как будто он над нами имеет какую-то особую власть. На каком основании? Судьи должны получать полномочия по статье 3 Конституции Российской Федерации, которая гласит, что единственным источником власти является народ. То есть от народа ли они получили власть? Нет, они получают ее лично от Путина, который своим указом их назначает. Помимо полномочий, судья должен эти полномочия подтвердить каким-то образом. Вот приходит человек вам и говорит, я судья, на каком основании я должен считать человека, который просто одел на себя мантию, судьей. Я прихожу в суд, человек говорит, я судья, почему я должен ему верить? Предъявите хоть какие-нибудь документы, сошлитесь хоть на что-нибудь, что я мог бы проверить. Ну, во-первых, вас пошлют куда подальше или просто с презрением отбросят ваше требование, никогда и ничего не предъявят, тем не менее продолжают судить. Так вот, какой документ должен предъявить судья, чтобы те, кто видит судью у этого человека в мантии в первый раз, поверили, что перед ним именно судья, а не какой-нибудь самозванец? Разумеется, должно быть какое-то достоверение, какой-то документ. Но из практики требований в судах предоставить подтверждающий документ следует, что таких документов просто нет. Но нет у судьи, подтверждающих документов, что он судья. То есть это просто самозванец, который не может подтвердить свои полномочия. У судьи на руках нет копии указа президента о его назначении судьей и копии решения Совета Федерации, утверждающего это решение. Зачастую нет и удостоверения, для которого не установлена никакая форма. Фактически удостоверение можно изготовить по своему усмотрению, что и делают по произволу в администрации президента в неконституционном органе, который захватил властные полномочия и в данном случае определяет, кому быть судьей, кому нет, кому выдавать и в какой форме выдавать удостоверение судьи. На мой взгляд, в удостоверении должно быть прямо указано, откуда этот судья получил полномочия, какими документами определяются эти его полномочия. Сейчас ничего подобного нет. На запрос гражданина о форме удостоверения судьи и документе, который эту форму утверждает, получен недавно ответ. Один из граждан отправил такой запрос. И вот управление президента Российской Федерации по работе с обращениями граждан и организаций источает ответ. Зам. начальника департамента программы технического и информационно-аналитического обеспечения некто Осинцев. Но это мелкий клерк, который подписывает штампованную ложь. Вот когда спрашивают, а какой документ и как этот документ получается, как он должен выглядеть, что он отвечает. Ваше обращение, блям-блям-блям-блям, рассмотрено. Спасибо. В целях объективного всестороннего рассмотрения были запрошены необходимые документы и материалы. Ложь никаких документов и материалов не прилагается. Никто их не запрашивал. Можете быть абсолютно уверены. В поступившей информации сообщается... Ну, приложите тогда информацию, если она откуда-то поступила. Нет, ее нет. А это форма лжи просто. Сообщается, что порядок оформления и удостоверения судей регулируется положением о порядке выдачи удостоверения судей судьям Конституционного суда, Верховного суда и судьям, назначаемым президентом Российской Федерации, утвержденного указом президента Российской Федерации от 09.09.2000 номер 1624 с последующими изменениями и дополнениями. То есть, говорим про одно, отвечает нам про другое. Мы про Фому, нам про Ерему. И вот смотрим в этот указ президента 2000 года. Там ничего нет вообще. Там не утверждается никакая форма удостоверения. Основание для вручения удостоверения там подписанный президентом указ. Но это не источник власти. Президент Российской Федерации у нас не записан как источник власти, у нас народ записан. Народ как источник власти. Три ветви власти, по той теории, которую нам все время насаждают, вот они есть. И народ должен быть источником этой власти. Хорошо, формально президента избирают, формально избирают парламент. Вот два источника власти. А судей кто избирает? Никто не избирает. Их назначают. То есть, это узурпация власти. А в этом указе написано, что расходы, связанные с выдачей удостоверения, судьи производятся за счет сметы администрации президента Российской Федерации. Все. Больше ничего там нет. Нет ни о форме, ни обоснованиях. Ничего. И даже нет ничего о том, что каким-то образом граждане должны знать, все-таки перед ними самозванец или действительно судья. Когда он назначен, кем назначен, действует ли его полномочия, это абсолютно не интересует ни законодателей, ни самого человека, который называет себя президентом. Их не интересует в наших глазах доказать законность своей власти. Их это уже даже не интересует. То есть, даже если мы будем считать их захватчиками, беззаконниками, которые просто узурпировали власть, им уже все равно. Тогда наше отношение к этим людям, каково должно быть? Ну, именно такое, как относится к оккупантам. Ваша сила, мы подчиняемся. Придет наша, вы знаете, что делают с оккупантами, с полицаями, что делали наши предки. Вот именно на это мы и настроены на самом деле. Ну, давайте сами себе признаемся. Хотя нам надо сдержать какие-то импульсы насилия, которые у нас в голове есть, потому что есть риск, что пострадают не те, но что те должны пострадать за наши страдания, ответить за узурпацию власти, за разрушение России, за то, что они украли суверенитет, национальный суверенитет нашей страны. И все наши богатства, они, конечно, должны ответить. Но не так, как большевики кончали там всех подряд. Мы должны точно знать, кто. Вот фамилии некоторые звучат, мы их называем. Мы должны их помнить и никогда не забывать. Те дела, с которыми мы имели дело, с которыми мы сталкивались в нашей практике при защите наших прав, мы должны хранить. И когда наступит наше время, все имущество, все полномочия, все права у этих людей, которые истязали нашу страну и наш народ, должны будут быть отняты. А также все то, что они передадут по наследству своим потомкам, где бы они ни жили. И всеми средствами будущее русское государство должно будет отнять то, что украдено у русского народа, у коренных народов России, и вернуть в Россию. России русскую власть. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова